отлично теперь еще один важный вопрос по поводу чувствования давай я кстати вот сейчас сам с этим работаю и хотел бы работать и с тобой над этим вопрос спешки возникает ли у тебя жизнь в спешке и беспокойство вообще вопрос беспокойство меня интересует на данный тот сегодня буквально сейчас искал батарейки но я уже хотя бы уже сознавал что я беспокойный и в спешке их беспокоился и спешим но не нервничал вот хорошо расслаблялся в этом процессе просто вопрос беспокойство это вопрос уверенности в себе или в данном случае и отсутствие потому что может быть как бы мандраж куража это эйфория это скорее наркотическое влияние но это просто дополнительный выплеск триналина он из-за этого но как наркотическое не влияние а эффект эффект без наркотиков да да это принято мне нравится конечно нравится все весь бизнес на экстремальных видах спорта работает именно потому что людям это нравится причем очень нравится я сейчас немножко другом про уверенность в себе меня интересует вопрос где она присутствует у тебя и в каких моментах она присутствует и кстати обратите внимание на ощущение в животе когда ты пытаешься говорить об уверенности в себе потому что она живет именно там и это его так сказать твердость но имеется ввиду не физическая а такая вот . на которую ты в результате можешь опереться ну я это понимаю это знаю но я этим редко пользуюсь каждый раз то у тебя возникает беспокойство и каждая почему именно по бытовым вопросам основном или по бытовым или по бизнес вопросам вот ты говорил что у тебя очень хорошо работала уверенность себе помнишь когда один из твоих ленты станут и орать ну там поэтому было дело когда он стал орать там из-за каких-то четырех тысяч гривен по-моему даже была такая сумма да таких у меня истории много и их было настолько много что я уже давным-давно научился но просто раньше я брал разворачивался и уходил иногда вступал в перепалку а чем знаменательный тот случай о котором ты говорил что я продолжал разговаривать абсолютно спокойно в принципе я то понимаю что это было жестоко по отношению к нему так даже не надо быть жестоким и думаю что это правильно если я еще опирался на манипуру так ты опирался на манипуру но сознательно не знаю вопрос просто в том меня не интересует когда такое когда такое возникает что ты чувствуешь вот на что ты опираешься ты же на что за опираешься этот анализ это надо попробовать последить за этим думать не надо надо следить когда когда возникает ситуация и на тебя причем они бывают разные на тебя нападают сыпаки пьяные люди ведут себя агрессивно или что что их очень много разных и работает везде один и тот же механизм когда ты начинаешь беспокоиться что ты что-то можешь или не можешь вот это вопрос меньше а его воплощение оно его мирят этих воплощений когда есть вопрос можешь или не можешь доверяешь себе или не доверяешь себе уверен в себе или не уверен в себе вот это все живет в животе и там же живут кстати то ради чего надо пульситься банкиром именно в этом месте оба как бабочки бабочки но вот там живет штука условно да штука которая позволяет не напрягаться потому что ты уверен что ты можешь это сделать чтобы это не было или скажем так если возникает какое-то напряжение то ровно столько сколько надо вот ровно опять же тот самый пример с собаками я эти вещи не контролировал это были инстинкты но потом анализируя это пришел к выводу что рык вышел ровно таким каким надо я не напрягся я просто заставил вибрировать все нутро и бы был голос такой что если бы я был собакой тоже развернулся и убежал и и он работает вот я пьяного от жены отгонял буквально в пятницу именно этим голосом одно слово я сначала сказал его спокойно но уже так скажем твердо очень и я почувствовал как его стало это слово спить чуть-чуть но он еще продолжал делать то что он делает но уже как-то так скукожился на когда я сказал то же самое слово второй раз он исчез просто и нету она все идет вот вот оттуда если ты тем более выходишь на ораторское мастерство и тем более еще раз повторюсь у тебя компания и тебе желательно так влиять на людей чтобы они не не то чтобы боялись но чтобы у них не могло возникнуть мысли о том что что-то не так ты говоришь для этого нужно всего лишь две вещи во первых у тебя должна быть стопринципная уверенность в этой правоте то есть это есть такой термин рыхлая маньпура это когда ты выпячиваешь больше чем у тебя есть ну то есть ты хочешь показать то чего у тебя нет милиционеры милиционерами стоит эгрегор государства там суды прокуратура это вся 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 всякая история но когда они наезжают на шару ну смысле хотят развести то у них тоже этом манипура становится рыхлой и можно туда ткнуть вопрос в том чтобы тебе нельзя было туда ткнуть нельзя туда ткнуть как это возникает это же вселенские законы нечеловеческие если у тебя вот предположим ты какой-то там загарбник да и ты приближаешься к крепости которая с десятиметровыми стенами раз в метр стоят крупнокалиберные пулеметы которые пристреливают ну вообще там все 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 и какая-то там броня 20 метров вглубь то есть в принципе не уничтожаемая вещь в которой нет отверстий ты не будешь ее штурмовать у тебя не возникнет этой мысли вообще потому что ты ну потому что это бред вот то же самое работает на подсознательном уровне когда ты подходишь общался когда-то с мастерами очень такими мощными единомпорств приходилось конечно правда они же не то что громадные какие-то или какие-то страшные ну вот рядом с ними есть какое-то такое ощущение что лучше не иметь этого человека врагом мужик ну типа в какой-то там чинсиков ну как и такой анализа делать я вообще не ищу врагов как даже один из этих мастеров говорил что соревнование по микс файту собирается самые вежливые люди да участники пожалуйста простите да да может они как они чувствуют каждый что-то стоит и не чувствуешь уважение к этому человеку потому что он излучает уважение к себе уверенность в себе и тут вопрос просто в том что ты изучаешь и когда ты так уверен в этом а это это над этим надо работать потому что вот например у меня самая большая глюк по поводу неуверенности в себе это выключил ли я плиту ну вот он совершенно такой вроде как обыкновенный и для чего технологии умного дома очень нажал кнопку выключить все и плита выключается маленькая рекламная пауза у меня просто нету у меня вроде бы он хорошая технологии умного дома нету и раньше когда я жил с мамой это вообще был ну это была бакханалия то есть я два раза три раза возвращался от лифта в самом неделе я выключил все в самом что что-то там забыл ну то есть вот так вот и вчера я почувствовал эту хрень снова когда я вышел и не ну вот выключил я плиту или нет а мне надо уже уезжать все я уже уехал и но вот внутри все начинает возникает вот это самое беспокойство вроде бы совершенно обыкновенное бытовое но ты можешь его знать как то которое возникает и в бизнес ситуациях и в амурных ситуациях но в любых то есть оно все время одинаково это самое спокойствие один в один это какой-то стран живущий в манипуре неуверенность в своих действиях в себе не доверие самому себе и это от и когда я его вот вчера почувствовал думаю ну я же преподаватель брабаный йоги какого хрена я буду вот это вот позволяет страхом кушать это просто я его стал ну разматывать 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 я понял что сам этот страх никуда не денется мне нужно обойдя его то есть вычистить его из головы туда я его ощущаю он есть но мне нужно помимо него найти доказательства обратно обратно то есть надо быть уверенным в себе и начать искать этого и начать искать этого доказательства я нашел в памяти фотографию того как я оставляю там сковородку и смотрю на экран плиты и там горит кнопочка горячая но выключена это вот этот вот значок и все и она стала уходить 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 и меня пропустила через какое-то время страх он это вот самая неуверенность она потом в чем ее основная беда в том что в маленьких моментах мы ее иногда ну типа предпочитаем вернуться обратно и проверить ну вроде бы так проще и выключить и она это самом деле это страх выключается но неуверенность остается страх это растение которое питается от неуверенности когда есть уверенность в себе когда манипурас она твердая то он не может она как камень ну а то есть она то живая но твердая как камень и страх не может корни туда пустить то есть ему не за что зацепиться как камень и вот как я себя веду с скажем так подчиненными но если у меня возникает какая-то такая ситуация что мне нужно чтобы человек стал подчинен я действую только с той позиции где точно уверен и разговариваю из этой позиции то есть у меня голос уходит корнями вот в эту самую гранитную плиту и на этом гранитном камне можно хоть атомную станцию строить и люди автоматически хотят слышать и не нужно повышать голос миш то есть в чем прикол уверенности голос становится железным и если нужно повысить да ты понимаешь что будет эффективней сделать там но но это бывает обычно с белыми людьми цент да то есть одно слово открыть и и все и человек точно знаю что нужно ты и у него не возникает других вопросов но если ты в себе не уверен то манипура рыхлая и он скажет сама ты ты можешь рычать там вижу ну то есть что угодно это уже она будет как пустышка вопрос формы и содержание форма это низкий такой сильный голос содержание этот манипурный фундамент вот и с этим укачать а вот качать бытовые вещи повседневность каждый раз когда возникает беспокойство она живет в неуверенности в себе регистрируй спокойство и смотри их куда она ведет ну вот где но в тебе корни пустила почему ты успокоишься и начинай действовать от обратного начинает действовать внутри начнет даже попаливать в животе чуть-чуть потому что это мышца которая всегда была выключена а сейчас ты начинаешь ее включать начинали опираться на эту уверенность в себе и не торопиться не спешить ну когда знаешь вот когда ты обретешь внимание на спешку ты увидишь что она как будто бы сжимает все чуть-чуть вот так знаешь поджимает надо вторую скорость включить а не надо включать вторую скорость оставаться расслабленным действует точно так же но не торопясь и потом расскажешь если взять практически я боюсь падать боюсь высоты постоянно над этим работаю и его с ней летаю иногда и прыгнул с парашютом нужно не 200 и силу на спортивный самолет со мной фигур выше павлата же вытворяли но все равно я на на американские горки не как меня не затащишь и на водные тоже тем более и для меня тут цель чтобы это хоть как-то я понимаю что побрать это не смогу нужно хотя бы себе что-то доказать это прыгнуть джаб джаб как не к этому подготовиться к этому ну смотри боязнь высоты у нее есть одна особенность она чем отличается боязнь высоты а боязнь упасть и боязнь шагнуть туда прыгнуть это абсолютно нормальные адекватные вещи но ты так понимаешь что у тебя есть веревка что это все надежно но это все равно как себя за недоверие попробовать доверять без более простых вещей